Хотелось бы сказать вот что. Собственно говоря, ЕВСК основана на двух документах. Значит, это... Все эти документы есть в открытом доступе, в том числе на сайте Министерства спорта. Итак, значит, это положение у ЕВСК. Вот оно. Приказ номер 48 от 21 октября 2008 года. Ну и, собственно говоря, методические рекомендации по разработке норм, требований и условий их выполнения для включения в ЕВСК. Значит, приказ Министерства спорта номер 376 от 8 июня 2009 года. Вот он. Ну и, соответственно, естественно, закон о спорте. Кстати говоря, про закон. С 1 января 2013 года вступили в силу достаточно серьезные поправки. в этот закон. То есть, закон стал более наполненным, что ли, насыщенным. Поэтому, опять-таки, просто рекомендую его тоже почитать. Итак, значит, что касается предлагаемого проекта. Ну, я буду так рассказывать, как говорится, где, что новое, а что исчезло из старого ЕВСК. Да, перед тем, кстати, я думаю, вам тоже интересно будет, перед тем, как непосредственно говорить про проект ЕВСК, значит, Некоторое время назад, ну, чуть меньше месяца назад, значит, я провел такую статистическую подборку, сделал. Так вот, значит, это под данным государственного федерального статистического наблюдения, цифры эти. Так вот, значит, в 2009 году численность занимающихся шахматами составляла 489 553 человека, в 2010 497 939 человек, и в 2011 единственном 532 1099 человек. Ну, по 2012 году данных пока нет, потому что там, согласно, опять-таки, законодательства не раньше 30 апреля они будут. Но вот эти цифры показывают, скажем так, динамику роста занимающихся шахматами, чего, к сожалению, не скажешь о число числе штатных тренеров-преподавателей. Если в 2009 году эта цифра составляла 2340 человек, то в 2010 году их было уже 2117 человек. Но, правда, в 2011 году количество возросло, и цифра составляет 2197 человек. Также интересно, честно говоря, для меня это было в какой-то степени приятной неожиданностью. Значит, из 128 видов спорта, которые входят во второй раздел Российского реестра видов спорта, ну, там все виды спорта, кроме, скажем так, национальных, военно-прикладных, военно-прикладных, вернее, пожарно-прикладных, военно-прикладных и так далее. Так вот, десятку такую я выбрал, значит, ну, понятно, что первое место – это футбол, затем волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, седьмой – настольный теннис, а вот восьмой – это шахматы, это данные за 2011 год. Девятый – хоккей, то есть шахматами занимается больше, чем хоккеем. И десятый – это фитнес-аэробика. Значит, общая доля, скажем так, процент занимающихся шахматами в 2011 году составила 2,8%. Ну, согласитесь, цифры достаточно любопытные и интересные. Так вот, все эти почти полмиллиона человек, которые, согласно статистике, занимаются шахматами без ИВСК, жить просто не могут. Итак, значит, ИВСК, проект ИВСК 20, вернее, 13-17. Значит, я буду прямо по разделам идти, как вот у меня таблица есть. Итак, требования и условия выполнения и присвоения спортивного звания «Гроссмейстер России». В эти требования вводится новая дисциплина – БЛИЦ. Значит, таким образом «Гроссмейстер России» можно выполнить в спортивной дисциплине шахматы, шахматокомандные соревнования, быстрые шахматы, шахматная композиция и теперь уже БЛИЦ. Всю таблицу я не вижу смысла рассказывать. БЛИЦ.